Книга «Открытым оком», тема мусульманства, 18-й том, вопрос 3243. В нашей Библии перед каждой главой есть иногда краткое содержание главы. А есть ли подобное в Коране? И нельзя ли дать хотя бы некоторое понятие о полном содержании Корана, так как почти ни у кого из моих знакомых нет Корана, чтобы ознакомиться с ним в русском добротном переводе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все суры, главы начинаются одинаково, восхвалением Аллаха, и дается очень краткое содержание суры. Сура первая, открывающая книгу. Во имя Аллаха, милостиво, милосердно. Вторая сура. Название «Корова». Третья. Семейство Имрана. Четвертая. Женщина. Пятая. Трапеза. Шестое. Скот. Седьмое. Преграды. Восьмое. Добыча. Девятая глава. Покаяние. Десятая. Юнус. Одиннадцатая. Худ. Двенадцатая. Юсуф. Тринадцатая. Гром. Четырнадцатая. Ибрахим. Пятое. Ал-Хиджр. Шестнадцатая. Пчелы. Семнадцатая. Перенес ночью. Восемнадцатая. Пещера. Девятнадцатая. Марьян. Двадцатая. Та-Ха. Двадцатая. Пророки. Двадцатарое. Хадж. Двадцат третье. Верующий. Двадцать четвертое. Свет. Двадцать пятое. Развлечения. Двадцать шестое. Поэты. Двадцать седьмое. Муравьи. Двадцать восьмое. Рассказ. Двадцать девятое. Паук. Тридцатая. Румы. Румы. Тридцать первое. Лукман. Тридцать второе. Поклон. Тридцать третье. Сонны. Тридцать четвертое. Сура. Сабба. Тридцать пятая. Ангелы. Тридцать шестая. Ясин. Тридцать седьмая. Стоящий в ряд. Тридцать восьмая. Садда. Тридцать девятая. Толпы. Сороковая. Верующий. Сорок первое. Разъяснены. Сорок второе. Совет. Сорок третье. Украшения. Сорок четвертое. Дымно. Сорок пятая. Колено преклоненное. Сорок шесть. Пески. Сорок семь. Мухаммад. Сорок восемь. Победа. Сорок девять. Комнаты. Пятьдесят. Каф. Пятьдесят один. Рассеивающие. Пятьдесят два. Гора. Пятьдесят три. Звезда. Пятьдесят четыре. Месяц. Пятьдесят пять. Милосердный. Пятьдесят шесть. Падающие. Пятьдесят семь. Железо. Пятьдесят восемь. 59. Собрания. 60. Испытуемые. 61. Ряды. 62. Собрания. 63. Лицемеры. 64. Взаимное обманывание. 65. Развод. 66. Запрещение. 67. Власть. 68. Письменная трость. 69. Неизбежная. 70. Ступени. 71. Нух. 72. Джины. 73. Завернувшиеся. 74. Завернувшиеся. 75. Воскресение. 76. Человек. 77. Посылаемые. 78. Весть. 79. Вырывающие. 80. Нахмурился. 81. Скручивание. 82. Раскалывание. 83. Обедшивающие. 84. Раскалывание. 85. Башня. 86. Идущие ночью. 87. Сура. Высочайшие. 88. Покрывающие. 89. Заря. 90. Город. 91. Солнце. 92. Ночь. 93. Утро. 94. Разве мы не раскрыли 95. Смоковница. 96. Сгусток. 97. Могущество. 98. Ясное знамение. 99. Землетрясение. 100. Мчащиеся. 101. Поражающие. 102. Охота к умножению. 103. Предвечернее время. 104. Предвечернее время. 104. Хулитель. 105. Слон. 106. Курайш. 107. Подаяние. 108. Обильный. 109. Неверный. 110. Помощь. 111. Пальмовые волокна. 112. Очищение. Веры. 113. Рассвет. 114. Люди. 124. Святая Библия. Книга Серахова. 33. Глава. 10. Говори, главное, многое в немногих словах. Будь как знающий и вместе как умеющий молчать. Книга Варуха. 3.23. Сыновья Агария искали земного знания. Равные купцы. Меры и Фемана. И баснословы и исследователи знания. Но пути премудрости не познали и не заметили стезей ее. Стихотворение. Огромный вал, послушанный подростку. А гусь шипит и гонится за взрослым. Все объясняется исследованием просто. У каждого животного свои из линзы злости. То злой, тому все кажется ничтожным. В его глазах снуют одни пигмеи. И ущипнуть ему по штату можно. Его же обидеть в страхе кто посмеет. Валы смиряются, а мощи забывая. И знают ясли у своих господ. Сравнение такое дал пророк Исаия. Что человек не знает, что у него есть Бог. В глазах людских Бог оказался мал. Для многих неучей исчез он совершенно. Мира не мел, а слеп и захровал. И не сгибаются на двух ногах колени. Молюсь на все взирать открытым оком. Молитвы разгоняем глу и мрак. В библейской давности ветшание нет срока. А то, что видишь, все превратится в прах. Валов двенадцать смолим на хребтах. Увыковечены не в храме, в благовестии. День, ночь валы молотят для Христа. Не соломоновы, стоящие на месте. И я, и ты, все, кто после нас, исполненные благодатью Духа, вещают, что Иисус Своей смертью спас. Светильники у верующих ярки не потухнут. Считать других повыше, чем себя. Честнее, благороднее и светлее. Такие скромно за столом сидят, а на работе больше всех потеют. Вещать о жертве, как Евангелист Лука. Быть годным, как для Павла был Анисин. Не отсыхает пусть дающая рука. В глаза Христа себя там не унизим. 2006 год. Игнатий Тихон Челаткин.